Вас в Европе признали молодым эспективным российским режиссером. Как вы ощущаете все? Ну, честно, про какое-то признание я впервые слышу. Просто увидели фильм, понравился, и все. Фильм из Кабарня Волкарии на фестивале в Каннах. Дебютная картина Кантемира Балагова «Теснота» заявлена в конкурсе молодых режиссеров «Особый взгляд». Кантемир – выпускник творческой мастерской Александра Сокурова. Фильм основан на реальных событиях, история разворачивается в Нальчике в конце 90-х годов прошлого века. Еврейская семья попадает в непростую жизненную ситуацию, связанную с исчезновением родственников. По словам автора, эта тема заинтересовала его с точки зрения развития человеческих отношений. А есть у вас какое-то понимание, для кого вы снимаете? Кто ваша аудитория? Кому эти фильмы интересны? Вы знаете, я не ориентируюсь на аудиторию, потому что я пытаюсь, в первую очередь, быть честным с самим собой. Потому что снять универсальное кино, которое понравится всем, невозможно. Кто-то просто примет дело твой, кто-то нет. Можете немножечко рассказать, как происходило все на съемочной площадке, какие у вас были отношения с актерами? Мне очень повезло со съемочной площадкой. И отчасти это связано с малым бюджетом, потому что люди шли не зарабатывать за идею. И я старался делать так, чтобы все было положительно, все было по-теплому. Но, конечно, были моменты, когда нам в день надо было снимать 35 кадров, и нервы просто не выдерживали, и были ссоры. То есть вам приходилось быть таким жестким режиссером? Ну да, приходилось. И с другими людьми, и с самим собой, потому что без этого никак. Только искренне друзья хотят хорошего друг друга, и иногда бывают очень жесткие в этом. Так что одно другому не мешает. Только я начинаю привыкать, у меня появляется... То есть я... Я не знаю, какая-то жизнь у тебя дряча. У тебя интересная стала. Это Ива. Что ты хочешь? Запомни, я свяжу тебя, если надо будет. Заталкай в богатник и увезу. Ну, что еще придумаешь? А ты с ним не будешь, потому что он не из твоего племени. Возвращаясь еще к мастерской Александра Николаевича, выпускником которого вы были, изменилось ли что-то на Кавказе после этой мастерской? И как-то поменялась ли культура, и появилось ли там кино? Нет, нет. И, к сожалению, не скоро. Это работа, наверное, какие-то десятилетия должны пройти, чтобы что-то поменялось. Так быстро не произойдет там ничего, к сожалению. Какое влияние оказал регион, в котором вы родились, на ваше творство? Как он повлиял на вас? Как на личность? Ну, огромное, потому что я жил там 24 года. Это своеобразный опыт и, наверное, бесценный опыт, который повлиял на меня, как и на личность. Так что я благодарен этому району, что я там родился. В фильме есть документальные кадры. Вы говорили, что вы видели, когда вы были маленькими. Ну, 13-летние. Как это попало вообще? Ну, просто у моего друга был CD, кажется, диск, и он ходил по школе, и мы смотрели. Это было свободным доступом, и все могли посмотреть? Да, это такая судьба любого снафи-видео, которое переходит из рук в руки. Может быть, какой-то момент это было ключевым моментом для вас? Ну, конечно, это какой-то момент перевернуло мое сознание, потому что до этого мы смотрели всякие лики смерти, и это тоже была документальная история, но это все было далеко. Когда у тебя поблизости происходят такие вещи, то это, конечно, влияет на тебя очень сильно. Тем более в таком возрасте. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы на Кавказе появлялось больше творческих людей? Как их нужно направить? Ну, во-первых, нужно прислушиваться к ним, как со стороны правительства Северного Кавказа, я имею в виду сейчас КБР, так и со стороны центральной части России, потому что центральная часть России практически игнорирует Северный Кавказ. Мы как-то сами в своем собственном соку варимся. Мне кажется, стоит открывать какие-то кинокомпании на Северном Кавказе, датировать, и хотя бы раз в три года на Северном Кавказе должен выходить хотя бы фильм, который рассказывает о жителях Северного Кавказа, и который развенчивает стереотипы, которые сложились вокруг нас. А вам, конечно, есть перспективы развития? Да, конечно, там очень много молодых авторов, талантливых и неталантливых, как и везде, в принципе, но чтобы выявить талант, нужна какая-то возможность, ее нету. А могли бы вы посоветовать что-нибудь тем, кто начинает только снимать кино? То есть куда нужно идти учиться, с чего начинать? Надо просто скорее верить в себя, но не быть открытым полностью, потому что всегда есть риск уйти в пошлость. Надо иметь какую-то грань. И сомневаться. Ваш фильм уже вложили в интернете на разных торрентах. Как вы к этому относитесь? С одной стороны, конечно, это немного так печально, но с другой стороны, я вспоминаю себя, что я тоже качал фильмы из всяких торрентов. Сейчас я этого не делал, потому что я понял, что это значит на самом деле. Ну, Россия, в такой стране мы живем, это борьба с ветряными мельницами, бесполезно с этим бороться. Люди привыкли жить на халяву, так что нормально. Я как бы не думаю об этом, потому что это меньшее, что меня сейчас беспокоит. Главное, что фильм увидели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!